Всем привет! Вы на канале MaxRav, сайт RockFest и мы начинаем разбираться с припроцессорами. Вопреки тому, что я в Telegram канале провел опрос про большое видео либо несколько маленьких, все же решил сделать несколько маленьких, чтобы было удобнее. Поэтому давайте начинать. Собственно, у нас первое видео это просто обзор припроцессора и попытка его установить. Хорошо. Ты не забудь обязательно поставить лайк, подписаться на канал, а мы начинаем. Что же такое припроцессор? По сути, здесь очень емко написано, что это. Это CSS с суперсилой. То есть это просто какая-то настройка над языком, которая позволяет делать более крутые штуки, которые невозможно сделать в CSS. Можно сказать очень грубо, предположить, что CSS плюс JS равно SCSS, ну или SAS. Ну это, конечно, очень грубо, но тем не менее. Почему я часто говорю SCSS, хотя написано SAS, да, вроде бы SAS документация. И в названии тоже написано SAS, SCSS. Почему? Потому что предпроцессор SAS имеет два написания. Давайте перейдем в основу SAS и вот здесь увидим написание SCSS и написание SAS. Они отличаются только тем, что SCSS очень похож на обычный CSS, как видим. А SAS, он без всяких точек запятой, без всяких схобок и так далее, без всего лишнего. Что использовать, решать только вам. По сути, ничего не меняется, просто немножко другое написание. Кому что удобно. Я где-то годик пользовался вот таким синтаксисом, но потом почему-то решил перейти вот сюда, потому что, ну, наверное, потому что больше похож на обычный CSS и как-то так приручнее, что ли. Ну, короче, не знаю почему, но вернулся на вот такой синтаксис. И, например, его буду показывать. Итак, у нас есть папочка. В папочке есть index.html и style.stss. Зайдем в index.html и давайте для начала попробуем просто подключить файлик, так как он есть. Link, style, style.stss. Подключаем и в этом файлике давайте что-нибудь напишем. Допустим, для h1 у нас есть тег h1 на странице, вот он. Мы захотим сделать color blue. Сохраняемся и пытаемся открыть файлик. Blue не сработал. Почему? Потому что по умолчанию просто браузер не знает, что такое предпроцессор и не умеет с ним работать. Что же делать? Да, на самом деле все просто. Нам нужно просто преобразовать наш предпроцессор в обычный CSS. Как это сделать? Есть множество способов. Они описаны и здесь в документации, да, какие-то есть специальные команды с помощью Node.js. Есть способ с помощью Galpa собрать это все, да. Но сейчас у нас тема именно предпроцессинга, поэтому я максимально простой способ выбрал. И это даже не предпрос, это просто расширение, плагин для редактора кода VS Code. Расширение называется LiveSass Compiler. Вот оно. Просто вы можете прямо здесь, прямо в редакторе преобразовать CSS в CSS без проблем вообще, без каких-либо проблем. И нам еще придется расширение CSS, которое просто будет подсвечивать синтрексис. Вам нужно будет установить два этих расширения и я покажу, как их использовать. Теперь давайте перейдем сюда, обратно в наш файлик. И здесь можно либо нажать WatchSass кнопочку, либо можно через Ctrl-ShiftP вызвать данную команду и здесь ввести LiveSass. Вот он появляется, LiveSass. Есть Compile, просто компилировать, есть Watch, смотреть, Stop и просто открыть в окне. Мы выберем WatchSass, то есть будем смотреть за всеми файлами из CSS в нашем случае и преобразовывать их в CSS. Нажимаем. Пока что ничего не происходит, но если мы сейчас нажимаем сохранить, то ChangeDetected, то есть нашли какие-то изменения, мы сохранили файла, вставил CSS и сгенерировали для файлика, вставил CSS и вставил CSS.map. Что такое map файлы, мы разберемся подробнее в уроке про импорт в SASS. Но пока что это не так важно. Мы видим, что у нас появилось два файлика, вставил CSS. Он выглядит в принципе почти так же. Ну и здесь с точки зрения, то единственное, что он сам поставил, да, но выглядит так же. Ну и здесь давайте попробуем теперь подключить CSS файлик. Сохраним, обновим и все синее, все как нам надо. Здорово. Что мы еще можем сделать? Мы, кстати, можем здесь запустить еще и по идее... Давайте попробуем это сделать. Ставим сюда целую папку. Попробуем сначала открыть LiveServer. Вот здесь вот. Так, открылся у меня в другом окне, но ничего. Откроем здесь. Вот. И попробуем теперь еще раз это все скомпилировать. Перейдем в Style.CSS и нажмем Watch SASS. То есть, по сути, мы сделали сервачок, который сразу и с этим работает, и обновляет сразу все. Давайте попробуем что-нибудь еще сделать. Допустим, мы захотим для body сделать background color черный. Сохраняем. Все идеально работает, все сразу обновляется. При этом обновляется и здесь, потому что мы включили LiveServer. То есть, мы сделали... Ну, мы включили два сборщика сразу. То есть, один следит за файлами, второй, собственно, запускает всю папку нашу с помощью LiveServer. Очень удобно и очень быстро и легко работает. Ну, а на этом в данном видео все. Подпишись на канал, поставь лайк, и давай до следующего видео по этой теме. Пока.